Евгения Кравчук, член украинской делегации, парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня с нами на связи. Евгения, очень рады вас видеть. Приветствуем. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, Евгения, коллега ваш из Молдавского парламента в материале сказал, что для Молдовы нет пути назад, нет пути в прошлого. Для Украины так точно нет. И мы это с вами прекрасно понимаем. И есть понимание о том, что да, вот как только что завершался материал, и на одном издании было написано «фьючер». Тут для Украины есть настоящее и будущее, и будущее в составе Европейского Союза. Поэтому хочу вас спросить, 25 июня, не за горами, запускаются переговоры, межправительственные конференции, Люксембург, это так коротко, что, где, когда для наших зрителей. Насколько Украина, по вашему мнению, сегодня не просто близка, а уже, скажем так, приблизилась к той черте, когда мы говорим, что для Украины действительно прошлого без Европейского Союза не существует. Ну, я вам скажу такой эпизод. Я сейчас в Вильнюсе на съезде либералов, либеральной партии. И мы вчера сидели и считали, а вот сколько будет депутатов Украины, когда Украина уже станет членом Евросоюза. И мы надеемся, что на следующих выборах в Европейский парламент у нас уже будет не просто делегация, там, приехать в Страсбург или Брюссель, а уже будет делегация, которая будет заседать в Европейском парламенте. Поэтому абсолютно все серьезно воспринимают, и воспринимают это не в какой-то там перспективе, не знаю, 20 лет, а достаточно в обозримом будущем. И, вы знаете, я думаю, что Маколе Хвалюому, когда он писал свои строчки «Гэть вид Москвы, даешь Европу», он, наверное, никогда и не думал, что так это все будет, и будет этот Европейский союз, и Украина будет кандидатом, а вот сейчас начинаются переговоры. И на самом деле, конечно же, переговоры будут сложными, и я очень хочу как-то там сказать, что это два года, но, возможно, дольше, чем то время, которое мы провели, как те, кто подали заявку 28 февраля 2022 года и до начала переговоров. Но, кстати, переговорная группа уже с указом президента, она создана, и она достаточно сильная по всем направлениям, поэтому будем работать. Евгения, ну вот я попытаюсь развеять эти радужные перспективы, а вы попытайтесь меня опровергнуть. Ну вот смотрите, в очереди статус кандидата на членство в Евросоюзе, там достаточно внушительный такой список. Босния и Герцеговина, Грузия, Северная Македония, Сербия. Мы стоим в конце этой очереди, или процессы будут происходить параллельно? И вот эти страны-кандидаты, они уже прошли некий путь, нам придется их догонять, или все-таки, я повторюсь, эти процессы будут параллельно, и вот сама церемония, давайте уже заглянем в будущее, что будет происходить не только для Украины и Молдовы, возможно, для всех вместе? Как вы видите это все? Ну, Грузия не кандидат, вернее, как им как раз открыли в путь кандидатству, но они не в таком же статусе. Но, да, Западные Балканы, как регион, он уже давно, это даже не очередь, это вот такой статус, им, кстати, вот тоже открыли путь к переговорам, поэтому мы в этом статусе, который начался 28 февраля, и вот сейчас заканчивается, провели чуть больше двух лет, а они провели 20, и, ну нет, чуть-чуть меньше, но все равно достаточно много времени. Я, кстати, была в Македонии, в Северной Македонии, на выборах, вот последние выборы, которые у них были, и президентские, и парламентские, и мы как раз с коллегами из парламента обсуждали, и вот в чем разница между нашими странами и обществами. У нас, как вы сказали в сюжете, 84% людей за европейскую интеграцию, за вступление в Европейский Союз, и это очень хорошая мотивация для политиков. А вот в Македонии этот уже процент, он снизился, причем снизился уже, ну, больше 50, но, скажем так, далеко не 84. И есть партии, которые на этом играют, и говорят, что вот мы это не будем делать, а это сделаем, когда они нас примут, и это тормозит процесс. У нас же процессы, они, ну, просто вот такая акселерация произошла. Понятно, что это окно возможностей открылось во время войны, как бы это ни парадоксально, да, звучало, но мы двигаемся намного быстрее, чем другие страны. И мотивация у нас еще больше, потому что, вы правильно сказали, у нас единственный путь, только на Запад. Других путей, которые еще в своем наборе имеют независимое государство, их нет фактически. Нам нужна европейская интеграция, и нам нужно, конечно, нам нужно вступление в НАТО. Поэтому это очередь не за хлебом. Все процессы в странах, они идут и, ну, скажем так, оцениваются. Параллельно, возможно, на каком-то этапе Молдова будет не так быстро двигаться. И вот сейчас, кстати, будет решаться, потому что у них выборы президентские, и очень много влияния, денег. Россия сейчас вливает в Молдову, чтобы сбить санду и привести нового президента, который будет смотреть не на Запад, а на Восток. Я напомню нашим зрителям, что с 1 июля полгода председательствовать Совете Евросоюза будет Венгрия. Поэтому в Брюсселе все-таки было, скажем так, не открытое такое мнение, не публичное, правильно сказать, о том, что все-таки действительно в Брюсселе принято решение, чтобы до 1 июля многие вопросы и вот как раз и конференции были проведены до этого периода. Я также напомню, что Венгрия, которая, как я уже сказала, будет председательствовать, не включила поддержку Украины в свои приоритеты, об этом заявил как раз представитель страны при ЕС Балин Тодор, что он заявил, что Будапешт будет внимательно следить за развитием событий в Украине и будет, цитирую дословно, включать в повестку дня все необходимые аспекты при необходимости. Также заявила, что есть другие приоритеты для Будапешта, это западные Балканы и так далее. Также сказала, что ЕС в течение следующих шести месяцев должен закрыть как можно больше переговорных блоков со странами и кандидатами из этого именно региона. Давайте тогда, Евгения, ну, с Будапештом, в частности, даже более с Орбаном, вопросы для Украины были всегда, и они и есть, но все же, как вы считаете, вот 25 июня уже не за горами, остается несколько дней, но все же, до 1 июля как будет действовать Венгрия и как она все-таки может действовать по отношению к Украине в вопросе вступления в Европейский Союз уже после 1 числа? Ну, главное, что Венгрия не витировала само утверждение переговорной рамки, потому что об этом какие-то там ходили слухи, да, но, кстати, это было, по-моему, даже внешне выглядело намного проще, чем в декабре, помните, когда там сначала не приняли решение по 50 миллиардов, потом они собирались еще раз, там Морбан куда-то выходил пить кофе и так дальше. Вот, в этот раз она не блокировала. Более того, и даже не было таких, ну вот, совсем уже сигналов, что дайте нам пару миллиардов, Брюсселью имею в виду, и, значит, мы разблокируем. Поэтому, ну, все-таки этот консенсус государства, других членов Европейского Союза, он достаточно сильный сигнал подал Будапешту, чтобы этой блокировки не было. Ну, понятно, много еще вариантов у них будет, чтобы заблокировать, потому что, когда открывается, закрывается каждая глава, то там, ну, у каждой страны фактически есть возможность, там, сказать, там, свое слово или, там, этот процесс притормозить. Но, в принципе, мы понимаем, что у них всегда будет эта карта нацменшин, да, национальных мэншин, и эта работа с Будапештом не прекращалась именно по реализации закону про нацменшин, там, созданию разных программ для мэншин. Поэтому, ну, будем работать, и, в принципе, вот, если говорить о других странах, то для, вот, вы сказали, там, Балкана, и важно для Венгрии, на самом деле и для Австрии важно. Поэтому нам нужно с этими странами в любом случае поддерживать хорошее отношение, чтобы они не посылали, там, какие-то сигналы, что мы здесь стояли первыми и так дальше. И, кстати, вот в Сербии, если, там, смотреть также по поддержке евроинтеграции, там, вообще, эта поддержка уже 35%. Поэтому это не наша проблема, что, там, так власть или, там, так работает пропаганда, что сербы, ну, не так хотят Европейский Союз. А мы хотим. А давайте перейдем от Украина хочет и может до хочет и может Евросоюз. То есть, желание, одного желания Украины стать членом Евросоюза мало. Евросоюзу еще нужно к этому как-то подготовиться. То есть, для того, чтобы Евросоюз расширялся, и внутри этой системы должны происходить какие-то реформы, правильно? Ну, конечно, об этом говорят и в Брюсселе, и вот мы обсуждали это вчера с европарламентарями, что, ну, понятно, просто доставлять стульчики у этого большого стола, это такое себе решение, особенно в контексте витирования, да, вот, и другой вопрос, который их всех волнует, это, а что делать со странами, которые уже члены Европейского Союза, но у них, скажем так, мягко говоря, ситуация там, свобода и слова, с демократии не очень, да, или там какие-то принимаются законы, которые противоречат правилам Венцианской комиссии и так далее. Вот речь как раз идет о Венгрии, сейчас, к сожалению, там есть такое возможность регрессов Словакии, были вопросы по Польше, по их судебной реформе и так дальше. То есть, это волнует. А как реагировать, если страна уже члены Европейского Союза, ну, не совсем по этим, вот сейчас бы Венгрия, наверное, бы и не вступила по своему там законодательству, по там уровню, по критериям, ну, разным. Но, ну, это уже есть. И это есть право у страны с витирования разных решений, и это очень сильно напрягает других лидеров. Второй вопрос, который точно, ну, будет стоять, это агрополитика и Green Deal, да, все, что касается там Climate Change и все эти переходы на зеленую энергию. Если в Green Deal, ну, наверное, там можно найти какое-то там, ну, не сильное изменение, но какие-то компромиссы по, там, не знаю, переходу машин с топливом на бензине и дизеле там позже на электрику, то вот как раз оградная политика, это будет достаточно сложный вопрос, и он будет связан с Украиной, потому что дотации Евросоюза считаются по орным землям. Вот если бы сейчас Украина вот просто завтра стала членом Европейского Союза, то она бы забрала, ну, там, не знаю, 25% всех дотаций. Понятно, польские фермеры напрягаются, кстати, не только польские, там и в Нидерландах, и в других странах, Франция, и, ну, вот эта вот реформа аграрной политики, но она тоже, наверное, будет идти параллельно. Евгения, у нас остается полторы минуты до минуты молчания, но я думаю, что мы также еще многие вопросы успеем. Вот 20, я опять же возвращаюсь к 25-му числу, для Украины. Молдову мы тоже будем обсуждать, это, да, там еще референдум осенью и так далее. Украина и украинцы последними всеми опросами все-таки подтверждают свое единогласное мнение о вступлении в Европейский Союз, но, как вы уже сказали, и НАТО, да, это процессы, которые действительно сегодня параллельные. Как вы считаете, 25 июня все-таки на межпарламентских этих конференциях, да, есть делегация, президент Украины подписал список делегаций тех, кто будет присутствовать как раз в Люксембурге. Но главные, скажем так, ответы, каковы мы услышим из Люксембурга для Украины? На самом деле это очень будет там быстро, там полтора часа это урядовая конференция, поэтому это просто вот, знаете, как стартовый пистолет в забеге. А дальше уже будет скрининг, законодательство, открытие и закрытие этих разделов, chapters. Кстати, сейчас можно уже там и решили, что можно открывать несколько разделов одновременно, и будет работа идти параллельно. Это не так, что мы там, вот сейчас мы работаем только о аграрной политике, а потом по финансам и еще чему-то по транспорту. Все эти разделы будут открываться одновременно кластерами. Ну и, конечно, большая роль будет у парламента, потому что без парламента мы не сможем принять эти все директивы, законы и так дальше. Поэтому у всех будет много работы, и фактически с июля уже начнутся переговоры по направлению. Спасибо вам огромное, спасибо и за вашу работу, и за то, что сегодня каждый день напоминаете о том, что делает, какую агрессивную войну идет Россия против Украины. Говорите об этом во всем мире. Евгения Кравчук, член украинской делегации парламентской ассамблеи Совета Европы, была с нами на связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.